Велосипед 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 Все, вот для этого все и делается. Но помимо технической стороны вопроса есть еще и социальная. Ведь чтобы адаптация была действительно полноценной, нужны еще и те, кто поможет людям, испытывающим сложности со зрением, слухом или опорно-двигательным аппаратом не чувствовать себя изгоями. В тандеме ездят люди незрячие, но им же нужен и зрячий проводник. И вот нам очень нужны проводники, они на вес золота у нас. Поэтому мы каждого проводника, который готов будет с нами кататься на велосипедах, будем любить, уважать и как-то оберегать его. Потому что инвалиды, к сожалению, не могут без помощи. И вот у меня такая глобальная мечта, чтобы все-таки молодежь, молодая гвардия из других организаций все-таки с нами взаимодействовала и мы были единое целое. Чтобы мы вместе катались на велосипедах, вместе там в бассейн ходили. Не важно. Важно, чтобы мы были нераздельные инвалиды в одном месте, здоровые в другом месте, а чтобы мы вместе делали единое дело. На данный момент в полном распоряжении у веломастерской только два велосипеда. Остальная техника фактически находится во временном пользовании. Сейчас организаторы заняты поиском средств на то, чтобы официально расширить свой велопарк. Сейчас мы работаем над тем, чтобы пополнить парк двумя хендбайками и двумя велоприставками к инвалидным коляскам. Возможно, сразу с инвалидными колясками, если у нас получится. Вот такие энтузиасты, как наши ребята лобнинские, которые сейчас прокат открывают, они, конечно, молодцы. Они именно дают эту энергию и уже думаешь, ну как, если там мой друг, инвалид смог, я же тоже смогу. И вот эта вера, она очень важна, чтобы, знаете, как цепная реакция, чтобы больше было таких людей, которые занимаются спортом. Велотехника, адаптированная специально для людей с ограниченными возможностями, как правило, является очень дорогостоящей. Поэтому ее покупка была бы невозможна без участия спонсоров, которыми стали лобнинские предприниматели. Любой нормальный бизнесмен, который создает благо для города и питается в городе, не может вот так просто обойтись от благотворительных акций. Тем более, вот рядом люди, которые не ограниченными возможностями. А кто должен помочь, если не наши бизнесмены городские? На начальном этапе велопрокат будет базироваться на стадионе «Москвич». Со временем планируется переместить его ближе к центру города. Но уже сейчас совершенно бесплатно взять в аренду специальные велосипеды могут люди с ограниченными возможностями, обратившись к представителям веломастерской «Байксистэм». Прокатиться на необычных велосипедах смогут и те, кто проблем со здоровьем не испытывает. Однако в таком случае за аренду уже придется заплатить. При этом вырученные деньги пойдут на содержание и ремонт велотехники. Никита Панин, Александр Михайлов, телекомпания «Лобня». Я буду помочь. Я – а там и identity с ним? Продолжение следует...